Какая хорошая погу... Ой, что? Блин, чё я сделал? Дурацкое окно! Ааа, что за дурацкое говно полное? Всё, опять говно, тупое окно вообще, зачем его придумали? Ребят, вообще уже, это полная наглость, давайте выйдем отсюда. И чего? Ой, Зигзай, привет! Да чё ты, отстань от меня, чё ты тут это, а? Чё ты тот, чё ты тут это, а? Зигзай, я вижу, ты не в тебе, мэр, чё ты просила прийти к нему, я пошёл в школу. Какой мэр, чё донесёшь, житель, а? Житель, какой мэр? Мэр просил прийти тебе к нему. Эм, ну ладно, но, блин, бесит то, что меня вызывают к мэру какому-то. Ну ладно, давайте пойдём сходим, сейчас я ему такое скажу, такое. Вы сейчас увидите, чё я ему скажу, к химику не будем заходить, потому что, как всегда, его дома нету, поэтому, ребята, давайте пойдём и сходим к нашему соседу, мэру, точнее, блин. С какого соседа, это мэр просто тупой. Ничего не может сам, ничего не знает. Ладно, давайте войдём к этому мэру. Мэр, можно войти? Хотя давайте ворвёмся тупо. Мэр, можно войти? Ой, чё ты такое? Какой такой, скажешь мне? Злой, да, чё такое? Смотри, сундучки, там твоя зарплата. Эм, зарплата? Эм, целый стак изумрудов, серьёзно? Да, да, да. Эм, ты же мне недавно... Ну ладно, пофиг. Ты мне недавно же платил, мэр. Эм, ладно, пойдёмте, давайте. О, а давайте зайдём к жителю психу, попробуем зайти, потому что я давно у него не был и... А, что это такое? Эм, я испугался, блин. Житель псих? Чё ты... Эм... Ахахаха, чё ты зай? Заходи, заходи. Всё нормально, я нормально. Хо-хо, хо-хо, хо-хо. Эм, ты, походу, псих. Стоп, ребята, куда он делся? Довольно-таки страшно. Куда он мог деться? Ну ладно, давайте пойдём и... Эм, вы слышали? Ребята, чё-то реально страшно. Давайте что-нибудь купим в нашей замечательной пекарне, потому что что-то довольно-таки страшно у нас сегодня наступило. Ладно, отдайте мне, пожалуйста... А что? А что? Моей любимой курочки нету? Давайте, кстати, последнюю купю распродали вчера. Ребята, что такое? Что творится? Почему? Нет, курица. Зачем? Ладно, ребят, давайте пойдём. Что такого? Ладно, давайте пойдёмте. Без еды сегодня останусь, потому что в пекарне, как всегда, нечего есть, потому что ничего тут нету, ребята. Ладно, давайте пойдём, наверное, сходим к жителю-химику, как всегда, его дома нет. О, смотрите, какой-то танчик. Давайте окунёмся туда. Ребята, что происходит? Что? Ребят, что происходит? Ой, что со мной не так? Давайте посмотрим. Что со мной не так-то, а? Что со мной произошло? Ребята? Чего? Я не понял. Кто я? Что я? Я злой. Не ругайся. А что? А что это за несколько личностей? Мне страшно, давайте пойдём домой. А что несёшь, а? Я злой, а что? Иди в жопу. А, помогите. Эм, житель, житель. Иди в жопу. Не, простите, он не хотел этого сказать. Э, джигзай, ты что несёшь, джигзай? А, вы все тупые. Вы все говно. Осторожней, я боюсь. Мы чё не сломаем? Ай. Мы чё-то так идёмся, нас кто-то схватит. А-а-а. Хе-хе-хе-хе-хе. Чё-то грустно, что мы такие стали. Эй, вы чё? Совсем, что ли? Вы должны быть злыми все. А, поняли вы, да? Поняли? Да, быстро надо сходить к кому-нибудь, чтобы попросить. К мэру, к мэру, быстрей. Нет, прагай. А-а-ай. Эм, что происходит? Житель, чё ты тут делаешь? Эм, житель, что со мной произошло, житель? А, ну ты, короче, упал за сухой высоты и уронулся. А я тебя нашёл, подобрал и, короче, с удобрением. Эм, житель, ты куда ушёл? Ладно, ребят, давайте попробуем встать, ребят. Эм, 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 чё это? Не понял. Эм, ну, она всё сложила заново и... Не понял, что произошло, ребята? Эм, походу, я, эм, короче, у меня было несколько эмоций сразу, походу, или чё? Ой, заказай, привет, чё ты тут делаешь? Короче, смог, кстати, ты, а, нормально всё? Да, вроде житель, нормально всё. Ну ладно, давай, пока, житель. Давай, давай, заказай, да, пока-пока, потому что, ну, у меня дела, короче, тоже. Да, у меня тоже дела, поэтому... Я знаю, куда мне сходить, я знаю, мне надо сходить быстренько к жителю-химику и посмотреть, есть ли он дома или нет у него дома. А то, если он есть, я спрошу, что за раствор, потому что вдруг это ещё раз может повториться заново, потому что... Это довольно-таки странно, давайте. Жителю-химик, можно войти? Можно, ты входи, входи. О, жителю-химик, давно не увиделись, да? Можно, да, да, не говори, не говори, давно не увиделись. Эм, эм, это, а что у тебя такое в этом ведре? Эм, жителю-химик, а что это такое? Ну, я знаю, зачем тебе это? Ну, мне очень нужно, скажи просто, мне интересно. А, ну, там, короче, штука, чтобы контролировать свои эмоции. Эм, понятно, я ничем сегодня в неё окунулся и, короче, я стал, ну, во мне как будто несколько эмоций было. Слушай, я просто не доработала, поэтому... Эм, понятно, ты не доработал это, поэтому я как раз-таки так и произошёл, да, всё? Ну, да, главное то, что после этого ты поспал немного, ты поспал, да? Да, я поспал, всё потом нормально стало. Ну, так и должно было быть, да, 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 если происходит, потом всё исправится. А, ну, ладно, больше никогда этого не повторится, да? Ну, да, а зачем ты, собственно, приходил ко мне домой? Меня же не было, я тебя не пускал. Эм, пока. Ребята, мы всё выяснили, короче, ребят, и... Ладно, ребят, я понял то, что так вот произошло. О, булочки, интересно. Эм, булочки появились или... Эм, нет, курочка моя не пришла. Эх, ребят, это очень печально и грустно, то, что моя курочка и до сих пор не пришла в магазин. Да пофиг вообще, какая разница. Я просто пошутил так-то мне, пофиг. Странно, что в этом доме творится. Ну, ладно, давайте потом выясним, что в нём творится. А пока, наверное, мы пойдём и сходим куда-нибудь, я знаю куда. Давайте сходим и быстренько... Вот сюда давайте сходим и посмотрим, что тут. Здравствуйте. Ой, Зигзай, Зигзай, убери, пожалуйста, все вот эти дикоративные на Хэллоуин, потому что Хэллоуин тысяча лет назад уже прошёл, надо будет наряжать на Новый год и так далее. А я тебя, может быть, потом заплачу даже. Ой, Зигзай, заплатишь, ой, житель, заплатишь, это очень хорошо, поэтому это не надо убирать, это часы, просто обычные часы. Блин, опять... Всё, поставил и картина, что это, на отдыхе стою, что ли? Ну, а на кофиг. Ну, ребят, житель, я всё сделал, ребята, житель. А чердак там забит полностью. Ну, ладно, он ещё тогда наш склад, там последний домик. А, да, точно, мы же хотели сделать склад там в самом конце, да? Да, сейчас пойду и схожу, и сделаю, и возьму там склад, короче, там был замечательный склад, который... Ребята, сейчас я вам покажу склад, я никогда его не показывала, он там в самом конце деревни находится, возле домика мэра ещё, чтобы мэру удобнее было наблюдать за складом, чтобы никто там не воровал, ничего и так далее. Но, одну ноту, что житель с них рядом находится. Ну, вот, в общем-то, наш склад, только он пока что тут жил недавно житель, обычно, и он съехал отсюда, поэтому ему эта квартира больше не нужна, поэтому мы сейчас возьмём и исправим решение. Угу. Ладно, ребят, короче, я сейчас всё сначала беру, всю мебель, вот, всё, у нас тут всё свободно, и я придумал куда-нибудь сюда... А, нет, не сюда, давайте, не сюда, давайте я придумал, куда вот сюда поставим нашу замечательную скамейку, чтобы, если кто-то захотел посидеть на улице, присел бы, подышал свежим воздухом, сидел, короче, ну, это будет очень замечательно и прекрасно, а это давайте мы вещи просто кинем, а, ну, а, да, давайте они испарятся-то, давайте положим вот так их, эти картины, а потом ещё и всё остальное тоже, зачем я это убирал, не знаю. Ну, вот так вот сделаем, и вот так вот. И всё, потом мы добавим уже в следующих сериях сундуки и так далее, чтобы этот склад был уже... Ну, я хотя бы немного напоминал склад, но пока что это такой склад. Только начало, ребята. Это только начало нашего замечательного склада, а тут... Да, ладно, не буду заходить лучше, потому что... Это очень рискованно заходить к жителю-психу, потому что житель-псих довольно-таки психованный человек, поэтому... Психованный не человек, а житель, прям житель. Прям психованный житель, поэтому это будет очень даже опасно приходить к нему. Поэтому, ребята, давайте далее, что нам надо, это... Итак, ребята, далее, что нам надо, это замечательно пройти, ребята. Давайте, ребята, я так догожу, и давайте спустимся по этой лестнице. Она меня всегда бесила, даже когда она была более неудобной, и даже когда она сейчас такая, вот тоже она бесит, потому что она, ну, так себе выглядит вообще. Ну, выглядит она красиво, а подниматься и опускаться в ней очень неудобно, ребята. Ладно, давайте возьмём кое-что и сделаем кое-что. Возьмём, ребята, нашу замечательную кирку и пойдём добудем немного шахты сделаем в нашей деревне, потому что в нашей деревне шахт нет. Возьмём, ребята, кирку и пойдём куда-нибудь выберём место для шахты. Я уже с мэром договорился, он где-то на 4 блоки шахты должна быть. Поэтому сейчас мы погнали копать нашу замечательную шахту. Итак, я вот тут вот выбрала уже землю для шахты. Она относится к нашей деревне, поэтому я никаких правил и законов не удерживаю. Я у мэра уже спросил соглашение на то, чтобы я тут копал шахту, ребята. Вот так всё. Действует тут раньше в Майкрафте просто хоть где хочешь, хоть где, хоть вообще на горе добывай шахту, и тебе ничего не скажут. А тут уже, вот, посмотрите, тут появились законы и так далее. В нашей деревне уже так-то нельзя добывать. Так-то нельзя, да? А мы сейчас добудем парочку булыжников, потому что в нашей деревне, ну, вообще не хватает. Нехватка вообще ресурсов каких-либо. Поэтому, ребята, сейчас мы построим... Ой, срубим парочку булыжников, посмотрим, что станет с этим. Поэтому, ребята, давайте... Я уже добыл парочку булыжников, а именно 33, это, наверное, хватит. Давайте ещё парочку булыжников добудем. уголь в наших краях, так я вам скажу, очень много угля. Как и во всём Майнкрафте в недавнем времени очень много угля. В нашей деревне его ещё всегда было много. И сейчас его унтрамного просто. Поэтому уголь это вообще то же самое, что земля. Вот так-то. Потому что уголь тут повсюду. Просто уголь повсюду. Потому что у нас такая типа горная местность, и поэтому вот так вот уголь мы и живём с углём, ребята. Поэтому сейчас я пойду в свой домик, и там как раз-таки оставлю все вещи, которые были предназначены для нашей деревни. Поэтому, ребята, давайте сложим. И у меня тут отбирной судучок. Но даже в него всё это вмещается, ребята. Далее, что я сделаю это? Наверное, наверное... Смотрите, вот это озеро, оно... Мы планируем тут установить такой причал, чтобы рыбачить. И тут довольно-таки много рыб. Поэтому это будет довольно-таки близко к моему домику. Поэтому это будет очень круто и красиво. Поэтому, ребята, давайте... Я буду с вами приезжать. И ладно, ребята, я буду с вами плачаться. И всё. Пока. С вами Бузыгзай. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И... И сегодня я наступил в какую-то жидкость, которую делал житель химик. И... У меня начали меняться эмоции. И вообще... Всем пока. С вами Бузыгзай. Геннадий етр Продолжение следует...